В конце прошлого года в Новополоцке состоялось общегородское собрание отцов, куда были приглашены папы детей из всех школ города. Инициатива пришлась по душе, и теперь в преддверии Дня Защитника Отечества одновременно в нескольких учреждениях образования прошли общешкольные конференции отцов. На собраниях говорили о роли отца в воспитании детей и о том, насколько часто мужчины уделяют внимание своим детям. Отцам Господь дал особые качества руководителя, который создает атмосферу в семье, который дает понятия своим чадам. Именно подрастающее поколение закладывается в душу, в сознание, в интеллект вот те положения, те азы истины, которые впоследствии будут руководствованы во всей своей жизни. Отец – пример, защитник, друг. Под таким названием прошла конференция в 12-й школе. Одной из форм проведения собрания стал формат «Свободный микрофон». Отцы отвечали на вопросы и делились основами семейного воспитания. А в первой гимназии предварительно был проведен опрос учащихся, в котором дети ответили на вопрос, чем они занимаются вместе с папой, а также их попросили охарактеризовать главу семьи. Некоторые ответы учащихся несли негативный оттенок. По словам психолога, это ответы детей, которые растут в неполной семье. Но в своем большинстве ответы говорили о любви детей к своим отцам. Я считаю, что сыновья должны больше проводить времени с отцами, потому что мы являемся для них наглядным примером во многих начинаниях. Также это является основополагающим для выбора профессии, для личной жизни, для спортивной жизни. Мы вот со своим сыном много путешествуем. Мы были на Минском полумарафоне, я с ним бежал в 2018 году на плечах вместе. В семье дети не могут развиваться полноценно, если в их воспитании не будут участвовать как мать, так и отец. И, безусловно, так уже устроено наше общество, наши традиции, что без роли отца, что мальчиков, что девочек, наверное, нельзя воспитать людьми уверенными в своих силах, целеустремленными, ну и в будущем успешными. Отец, наверное, все-таки более воспитывает целеустремленность, более воспитывает такую вот закалку характера, более, наверное, на мой взгляд, объективно относится где-то и к поощрению, и к наказанию. На конференциях также выступили папы учащихся. Отцы с восторгом рассказывали о совместных увлечениях со своими детьми и о роли каждого в воспитании своего ребенка. Глеб Прокофьев, Артем Табаков, Вектор ТВ